Здарова, чуваки! В этом видео я для вас разыграю два комплекта на уникальное оружие в Варфейсе. Чтобы его получить, вам всё лишь нужно поставить лайк на это видео, подписаться на мой канал, оформить подписку на мой второй канал, ссылку ты найдёшь в описании и написать комментарий. Также не забудь подписаться на группу ВКонтакте, там много всего интересного и также там проходят итоги розыгрыша. Желаю удачи! Иногда нужно отдохнуть от Варфейса и пойти поиграть в похожие на него игры. Или же те, которые в разы лучше. Кроссаут это постапокалиптический ММО-экшен, в котором вы сможете собрать из десятков деталей бронемашины уникального дизайна, а затем сразиться на ней в жарких многопользовательских боях. А в ПВЕ-миссии Кроссаут игрокам предстоит показать, на что они способны в битве с противниками, управляемыми коварным искусственным интеллектом. Опытные игроки также смогут создавать своих собственных стальных монстров и отправить их сражаться с другими пользователями в специальных ПВЕ-миссиях. Игра реально стоящая, я советую вам скачать и поиграть ее. Я уверен, вам понравится. А ссылку на игру вы найдете в описании. Привет всем, дорогие друзья, с вами Серега. И почему-то о новой карте Мосты 2.0 все отзываются по-одинаковому, что якобы она очень сильно похожа на Counter-Strike, и реально Warface превращает в какой-то Counter-Strike. На самом деле, чисто я ничего общего не вижу, но раз такая интересная тема есть, сегодня я вам покажу, что админы реально должны спереть из CSGO, чтобы наш Warface стал лучше, потому что они, ясно, понятно всем, что они понемножечку, да, там, у кого-то, у какой-то игры, немножечко что-то взаимствуют. И сегодня я хочу сказать им, что они должны просто обязаны позаимствовать с Counter-Strike, и никто им ничего плохого не скажет, потому что это будет просто нереально охрененно. И я вас, друзья, рад приветствовать на новом выпуске моих безумных идей для этой игры, которые, если вы поддержите кучу лайков и расскажете друзьям, то обязательно введут в нашу игру. И сегодня я хочу поговорить о полигоне. На самом деле, вот такая вот тема интересная, я даже делал по этому поводу отдельное видео, но если бы я захотел делать отдельное видео по полигону из Counter-Strike, что делать можно там, знаете, вот там реально как бы идеи бесконечные, можно творить, хоть натвориться. Но в Warface на самом деле я все же переборщил, и идеи, понятное дело, они угасают, и непонятно, что в принципе на нем можно делать. Все вы помните старые офигенческие полигончики, которые все просто помнят. Все знаете наш обычный полигон, который сейчас до сих пор есть в Warface. И еще, кто не знал, был полигон на старом европейском Warface. Он, кстати, был самым лучшим из всех, которые вообще вот из этих трех версий, он был самым лучшим, ну потому что на нем больше всего можно было делать. И что вообще сегодня я хочу предложить добавить на тот самый полигон? Я опять же скажу, что большинство из нас проводят очень много времени на нем, благодаря каким-то тренировкам, мы там хотим пострелять и каким-то образом улучшить свою стрельбу. И у меня есть охренительное просто предложение, которое можно позаимствовать у Counter-Strike. Все вы знаете, что в Counter-Strike, может быть не все, кто не знает, садитесь, слушайте. В нем можно просто брать и создавать абсолютно любую карту, добавлять туда ботов, добавлять туда любые мишени, то есть абсолютно на любой вкус. Да можно просто встать на одном месте, наспамить ботов, и они просто будут на тебя прыгать, и ты будешь тренировать стрельбу. Почему я хочу предложить добавить ботов на полигон Варфейса? Потому что только так, можно хоть как-то потренировать стрельбу. Я не понимаю, в чем прикол стрелять вот эти мишеньки, вот эти движущие модели. Зачем? В игре все абсолютно другое. Почему нельзя сделать такую функцию, чтобы ты сам вот в одного, никого сервера никакие не напрягал, просто взял на своем компьютере, создал карту, чисто для себя, никто другой туда зайти не может. Или ладно, все же, если они так сможут сделать, пусть разрешат кому-то туда зайти. И делать на этой карте все, что хочешь. Хочешь, поставь такие мишеньки, хочешь, зафармь кучу ботов, чтобы они просто бежали на тебя. Ни в ачивки, никуда, это ничего считаться не будет. Ты просто будешь отстреливать, как бы, и тренировать свою стрельбу. И, естественно, добавить туда любые оружия, абсолютно любые оружия, чтобы люди могли тренироваться и играть с любыми пушками. То есть, они могли, например, взять АХ-308 и начать тренировать АХ-308 на этом полигоне, абсолютно на любой карте, на которую он захочет, с ботами. И именно с ботами также уровень ботов он может выбирать сам. То есть, знаете, когда я играл в Counter-Strike, я, наверное, больше зависал вот на этой фигне. Я реально просто заходил в мастерскую и выбирал кучу карт. И это реально было охрененно, когда я просто могу зайти сам на любую карту и делать на ней всё, что просто всё, что захочу. Таким образом, даже админам могут они одни запускаться и тестировать какие-то баги. То есть, игроки уже не будут получать за то, что они нашли какой-то баг. То есть, они его снимают, отправляют мейлу, да, и говорят, а мы его вот так вот нашли на одиночной игре. Это нереально охрененно. Вы только представьте, зачем вообще люди создают всякие пиратские варфейсы? Ну, понятно, кто их создаёт, это для заработка, понятно. Кто вообще люди туда идут? Зачем они идут туда играть? Они хотят чего-то большего, чего нету в нашем варфейсе. То есть, некоторые заманивают какими-то гранатомётами, пулемётами и остальным пушками, которых у нас нету в игре. И поэтому я предлагаю сделать такой полигон, где ты можешь взять абсолютно любое оружие. Но это уже мелочь, это уже не важно, потому что если добавить ботов на полигон или вообще возможность создавать подобные комнаты, где ты можешь зафармить ботов, подстреливать стрельбу, это никаким образом не будет влиять ни на ачивки, ни на чё другое. Будет влиять максимум на твой уровень игры. Потому что реально у некоторых, соглашусь, слабый компьютер, и он у вас не будет лагать, если вы будете одни. Потому что по большинству у вас проходят лаги, фризы, вас откидут, из-за того, что много людей в комнате, понимаете, офигенный сервер варфейса не может особо это всё дело сконтролировать. А если вы будете абсолютно один на карте, или будут заскриптованные боты, которые действуют, то есть, ну, как бы, по скрипту, они всегда будут делать, в принципе, одно и то же, просто по разным механикам. Ну, короче, это сложно объяснять, не вдавать особо подробности. Будет намного меньше лагов, но намного лучше будет для тех игроков, которые реально хотят потренироваться. Потому что никакие сайты, никакие полигоны не научат вас нормально играть. Нужно просто идти и играть. Может быть, даже от этого ливеров меньше станет, потому что многие люди также хотят просто идти и тренироваться на PvP, чтобы у них ни стата не падла, ни тиму они свои не подводили, из-за того, что они рашут, пытаются тренируются. Таким образом, они спокойно могут тренироваться и вообще никого не подводить. Потому что, если это всё сделать грамотно, качественно, вот просто скопировать из Counter-Strike, так скажем, это будет нереально охрененно. Потому что, серьёзно, я просто сидел сутками. Я просто... Какие карты не создавали пользователи? Мне реально было просто очень приятно на них поиграть с ботами. Я не хотел идти на матчмейкинг, то же самое РМ. То есть, почему вот так много плохих игроков на РМе? Потому что они никак не тренируются. То есть, они берут, сразу идут на РМ. Но, может быть, они брали бы, то есть, и то же самое пошли бы, поиграли с ботами. Или просто пошли бы, потренировали свою стрельбу на ботах. Не в PvE режиме. Имеется в виду вот на таких же картах, в таких же условиях. То есть, это было бы намного лучше, чем есть сейчас. И я думаю, что когда-нибудь это, в принципе, возможно добавят. Но отмазка администрации есть, наверное, скорее всего, будет в такой, что это будет каким-то образом нагружать серверы. Хотя я не понимаю, почему лично я не могу привести в пример какие-то другие игры. То есть, тот же самый Battlefield, Call of Duty и остальные игры, которые не славятся вот такими багами и лагами. Почему? Там всё нормально, всё замечательно. В Battlefield я помню, когда играл, там огроменный просто полигон, где можно RPG-шки брать. Это только я там смотрел. На самом деле, скорее всего, там нереально просто много возможностей. Скорее всего, там можно, не знаю, часами бродить по этому огромному полигону. Потому что я так вспоминаю, чисто от себя. И там, не знаю, очень-очень-очень-очень огромный просто был полигон. Но у нас полигон, не знаю, 100 квадратов и всё, понимаете, мишеньки двигаются и всё. Почему-то то ли движок игры не позволяет, то ли что, я не понимаю, не позволяет им это сделать. Ну ладно, у кого-то это будет лагать, но они просто не будут этим пользоваться. Но я уверен, есть много людей, у которых более-менее так всё. Или они уже хрен с ним, они уже привыкли к этому. Естественно, они будут за это идея, потому что тренировка на полигоне, это просто не варик. Ну когда люди смогут сами запускаться на карту и делать на ней всё, что захотят. Как бы поставить туда бота, чтобы они оттуда на тебя валили. Просто делать всё, что угодно. Кто играл в Counter-Strike, там в мастерской вот это и всё с друзьями запускался, с ботами. Они понимают, о чём я говорю. То есть намного будет удобнее и лучше, чем есть сейчас. И не понимаю, каким образом это сможет нагружать Warface. И почему они до сих пор не смогли сделать так, чтобы у них не нагружался Warface. Ведь отмазываться в миллионный раз как бы не особо получится. Там через годика 2-3, когда выйдет реально проект, который не будет отмазываться и говорить, что, блин, нам это сложно сделать. Они просто возьмут и сделают это. Они будут говорить, что мы там, сложно нам ещё что-то. Просто возьмите и сделайте это. Не обязательно делать это, как я говорю. Сделайте так, как вы считаете нужным, как вы думаете будет лучше. Я понимаю, что всё, конечно, вы не сможете реализовать, скорее всего. Но можно сделать какую-то часть конкретно. Какую-то, может быть, пропустить. То есть для Warface это будет замечательно. И многие игроки скажут вам спасибо. Так что, друзья, не забывайте поддерживать это видео лайком. Подписываться на канал. Рассказывать видео друзьям. Чтобы, наконец-то, администрация обратила на это внимание. И сделала с полигоном что-то новое. Как бы, на их желание. Если они хотят давать просто возможность поднимать любые пушки на полигоне. И возможность стрелять с любых пушек. Там же полигон. Там реально видно, как лежат у тебя на полигоне куча оружия. Но почему-то взять ты их не можешь. Вот пусть они сделают, чтобы можно было бы их взять. Или пусть сделать, как я сказал. То есть в любом случае что-то они дообновятся полигоном. Потому что, по поводу других игр, Battlefield и остальных игр, где реально крутой полигон. Вы понимаете, тут уже вообще не ровня Warface. То есть, я считаю, что нужно сделать годный полигон. Где можно будет и оружие, и ботов нафармить. И все, что просто угодно. Естественно, чтоб никуда в ачивке это все не считалось. Так что, поддерживайте видео лайком. Подписывайтесь на канал. Пишите ваши комментарии. С вами был Серега. Благодарю за просмотр. Всем удачи и всем пока.